Международная премия «Мы вместе» направлена на признание и поддержку лидеров общественно значимых инициатив, которые помогают людям и улучшают качество жизни в стране. В рамках премии можно подать социальные проекты, а также заявить о себе как о волонтёре. В номинации «Поступок года» все желающие от 14 лет могут представить своё доброе дело и рассказать о себе на всю страну. Участвовать в конкурсе можно и командой. Также премия даёт возможность масштабировать уже существующие проекты, вывести их на региональный всероссийский уровень, найти новых партнёров, единомышленников. Премия «Мы вместе» проходит при поддержке президента России Владимира Путина. Есть возможность, например, путешествовать по России благодаря премии, потому что премия, она ежегодно меняется. Добавляются различные мероприятия выездного характера, например, форумы, окружные форумы, всероссийские форумы. И опять же, здесь можно найти себе партнёра и масштабировать проект. Педагог молодёжного центра Екатерина Неконорова два года была участником премии. В 2022 году она вошла в региональный финал и заняла второе место с проектом благотворительного марафона «Город единства непохожих». В этом году Екатерина Неконорова стала амбассадором международной премии «Мы вместе». Мы регулярно, в общем-то, сейчас, постоянно, я бы сказала, даже о основе, занимаемся социальным проектированием, пишем проекты для грантовых конкурсов, для того, чтобы помогать людям. Прежде всего, конечно же, это проекты, направленные на улучшение жизненной ситуации, связанной с инвалидами. Мы стараемся создать занятость для молодёжи с ограниченными возможностями здоровья. И вот за последние три года у нас пять таких проектов уже. У победителей премии «Мы вместе» есть возможность получить награду из рук президента. Заявки принимают на официальном сайте премии до 3 июня. Светлана Ярунова, Андрей Махмудов, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.